Озеро Карачай в Челябинской области признано самым опасным местом в мире. Если постоять на берегу этого озера 15 минут, то можно получить смертельную дозу радиоактивного облучения в 600 рентген. С 1951 года в этом водоеме стали хранить радиоактивные отходы. С того времени здесь скопилось примерно 150 миллион кюри радиоактивных материалов, что эквивалентно примерно Триом Чернобылям. В 18 веке это озеро называлось Карагайсас. Глубина озера едва достигала двух метров, поэтому в засушливые годы озеро пересыхало. На картах его не обозначали, просто потому что не замечали. В 1936 году оно отмечено как болото. Незнание этой особенности озера и привело к жутким последствиям. С чего же все началось? СССР долгий период времени в своих атомных проектах разрабатывали практику обращения с радиоактивными отходами. Это заключалось в разработке мест их хранения. Жидкие – это основная часть радиоактивных отходов, которые сосредоточены в открытых водоемах-накопителях, расположенных вблизи комбинатов, занимавшихся наработкой и выделением оружейного плутония. Одним из таких комбинатов является производственное объединение «Маяк» в Челябинской области. Озеро Карачай расположено на территории городка Озерска, бывший Челябинск-40, в самом центре каскада озер. На его территории также расположился и комбинат «Маяк», который был образован в 1948 году для разработки ядерного оружия. Почти 99% жидких радиоактивных отходов сосредоточены на данном комбинате. Производственное объединение «Маяк» является самым первым и самым проблемным объектом ядерной промышленности СССР, потому что создание ядерного оружия производилось в полной спешке, отсутствии опыта и знаний. Изначально все радиоактивные отходы с химкомбината сливались в реку Течер. Остров стала проблемой в загрязнении реки, и возник вопрос для дальнейшей утилизации радиоактивных отходов. На тот момент озеро Карачай являлось местом охоты на уток и рыбалки. Но 1951 год стал для озера самым страшным. Некий чиновник Славский, собрав комиссию и согласовав решение с начальником главного управления при Минздраве СССР, решили использовать озеро как место выброса радиоактивных отходов. С октября 1951 года озеро переименовали в спецводоем-9. Принимая решение об использовании водоема в качестве емкости для утилизации радиоактивных отходов, не было предусмотрено его мелководье и способность пересыхать. Поэтому озеро имело огромную опасность, которая заключалась в возможности попадания радиоактивных аэрозолей в воздух при различных погодных условиях – ураганный ветер, а также попадания радиоактивных веществ в грунтовые воды. В случае пылевой бури, содержащиеся в воздухе радионуклиды оказались бы на всей ближайшей территории – Челябинской, Томской, Свердуловской области и Красноярский край. В этом случае от радиационного поражения погибло бы около 20 тысяч человек. За все время на химкомбинате произошло несколько катастроф, которые строго замалчивались. Так, в 1957 году от взрыва одной из емкостей с радиоактивными отходами в озеро попало около 20 миллионов кюри. А за все время эксплуатации в озере скопилось около 150 миллионов кюри – долгоживущих радионуклидов, состоящих в основном из цезия-137 и стронция-90, которые являются опаснейшими элементами для всего живого. На тот период площадь акватории составляла 26 гектар. Весной 1962 года площадь существенно увеличилась и составляла уже 51 гектар зараженной территории. Период с 1962 по 1967 годы был очень засушлив, что повлекло оголение дна озера. Ил и осадочные породы на тот момент полностью состояли из радиоактивных отходов. Засушливое лето и сильный ветер разносил эти убийственные вещества на ближайшие территории. И вновь впоследствии просто замалчивались врачами, а они были очень плачевны. Это и лучевая болезнь, и онкология, и множество других заболеваний, которые прогрессировали у жителей Челябинской области. После всего этого было принято решение о засыпке водоема во избежание повторного случая. Начались активные действия по засыпке мелководий и рекультивации прилегающей территории озера. За период действий с 1967 по 1970 годы территория сократилась до 36 гектаров. Далее было принято решение о полном захоронении озера. Погодные условия очень мешали планам. Повышение атмосферных осадков привело к повышению уровня воды и испарению. С середины 1980 года работу пришлось приостановить до принятия новых решений. Таким решением была гидроизоляция уже засыпанной части озера, сооружение водоотводной канавы. Все это привело к уменьшению уровня воды. Работы возобновились только после катастрофы на Чернобыльской АЭС. После восстановления работ по засыпке озера Карачай его площадь удалось сократить до 13 гектар. Работы были продолжены. Принятое решение оказалось верным, и за период с 2005 по 2007 год территорию удалось сократить до 7,8 гектар. В первую очередь засыпалась прибрежная полоса с угленистым грунтом. Поверхность водоема засыпалась скальным грунтом, а вверх — бетонными квадратными блоками. И уже после всего этого несколько гидроизолирующих слоев. 26 ноября 2015 года был самый торжественный и значимый день для жителей Озерска и работников химкомбината «Маяк», так как в этот день был засыпан последний квадратный метр озера Карачай. В нем захоронено около 200 тысяч квадратных метров высокоактивных техногенных илов и суглинков, несущих страшную угрозу окружающей среде. Поэтому расслабляться рано. До реального времени озеро представляет собой огромную опасность. Несмотря на то, что озеро засыпано, внимание к нему особое. Существует угроза движения радионуклидов, которые могут попасть в грунтовые воды. Толщина загрязненных подземных вод около 100 метров, а площадь — 10 квадратных километров. И ежегодно эти цифры увеличиваются. Все это может привести к возникновению нового источника радиоактивных веществ. Это может произойти путем попадания опасных отходов в близлежащие реки и привести к экологической катастрофе. Поэтому и сейчас спецобъект 9 подвергается постоянному мониторингу с помощью различных приборов и датчиков. Специалисты мониторят не только поверхность озера, но и всю прибрежную территорию. Озеро Карачай — прямой пример необдуманного решения, которое понесло за собой ряд масштабных последствий, многие из которых так и остались тайной. И, возможно, этот погребенный водоем когда-то заявит о них.